Миллионы подписчиков в ТикТоке вместе с ней учились рычать как Симба, чирикать как птица и не могли отличить ее голос от голосового помощника Алисы. Дарья Блохина, именно о ней сегодня поговорим. Она 4 года проработала телеведущей, а сейчас занимается озвучиванием, рекламой, фильмов, а также сериалов. Дарья Романовна Блохина родилась в Москве 6 октября 1993 года. Семья девушки творческая, отец талантливо пишет стихи есенинским стилем. Сама же девушка кроме Сергея Есенина любит поэтов 1960-х годов. Младшая сестра актриса Харистина Блохина, но при этом дедушка Дарья ученый, запускает космические корабли и внучка считала себя по характеру похожей на него. В детстве у девушки была экзема на руках, ногах и щеках, постоянно текло из носа. Школьница носила одежду, закрывающую горло. Даши часто говорили, что она некрасивый ребенок. В ответ девочка старалась стать лучше, хорошо учиться, слушать родителей, ходить в кружок, заниматься спортом, отращивать длинные волосы и краситься. Но стараясь подстроиться по других, Дарья подошла до крайнего состояния, сильно заболела, пережила операцию. Только в 24 года телеведущая принялась и поняла, когда ничего не болит, тебя любят, ты можешь делать то, что нравится. Это и есть полноценное счастье. Образование Блохина получил на факультете психологии РАНХИГС, Российской академии народного хозяйства и государственной службы, которая окончила в 2016 году. После этого Дарья поступила в московскую школу радио и телевидения, а также работала в театре Сальвейк. Во время учебы в академии девушка боялась оказаться на улице и не найти работу, потому в биографии Блохиной появилось множество дополнительных профессий. Она подрабатывала визажистом, администратором, мастером миофациального массажа, нутрициологом, занималась превентивной эндокринологией. В школе радио девушку заметили представители мультимедиа Холдинг, пригласившие Дарью Блохину стать соведущей утреннего шоу на радиостанции Best FM. Работа на радио давалась нелегко, приходилось вставать рано утром, ездить на другой конец города. Правда, это приносило доход. Вскоре ее позвали на кастинг на Наша ТВ. Пробы прошли успешно, и Дарья стала постоянной ведущей развлекательного телеканала. На программе Наша ТВ Лайф приходилось постоянно быть в курсе событий, посещать светские мероприятия. Блохина любила беседовать с интересными людьми и слушать музыку, но в начале телеведущей снова пришлось сложно. Дарья рассказала, что она невротик, близко принимала к сердцу критику, во время интервью переживала, трясла ногой, трогала лицо и волосы. С опытом прошла боясь камеры, перестали трястись руки. В прямом эфире начинался скачок адреналина. К моменту завершения работы на канале Нашту Блохиной уже было сотни интервью. В том числе девушка научилась общаться и с людьми, которые ведущему неприятны, при этом уважительно к ним относиться, держать ее улыбку и бороться с зевотой. С детства Дарья Блохина увлекалась рок-музыкой, с гаражным звуком и часто нецензурными текстами. Слушала гражданскую оборону, зоопарк, короля и шута. Со временем пришло желание создавать музыку. Оказалось, что девушка способна петь в рок-стиле, скримить и даже владеет оперным вокалом. В марте 2017 года в свет вышел дебютный проект с участием Дарьи композиции «Philip Go Project» под названием «Полет». В июне 2017 года девушка создала первый сольный музыкальный трек «Throwgate», которому написала текст. Также на счету исполнительницы многие коллаборации. С 2020 года Блохина работает под псевдонимом «Мисс Инн». С этим именем на счету певицы две русскоязычные песни, сделанные уже в легком, расслабляющем поп-стиле. Вместе с музыкантом «Злой негр» «Не молчи» и песня под названием «Обещание». В семь лет девушке запрещали смотреть телевизор, и Даша слушала аудиокниги на кассетах. Это стало хобби. Девочка любила впитывать те эмоции, которые передавал штец. Сама читала по ролям и воспроизводила текст. Семья жила на природе в окружении звуков, которые Дарья также пыталась изображать голоса птиц, а также животных. Уже в сознательном возрасте телеведущая начала серьезно тренировать свою дикцию, записывать и рассылать демозаписи. При этом у Блохиной нет актерского образования, но по мнению Дарьи, зачастую она только мешает, сковывает, делает чтение слишком театральным, не дает логически правильно расставить интонацию. Однажды Дарья вытащила в озвучивание счастливый билет. Девушку к сотрудничеству пригласил стендап-комик Карен Арутюнов, основатель компании по озвучиванию Movie Mood. Сейчас Дарья с универсальным глубоким голосом, с широчайшим геопазоном способна озвучить любые роли, от голоса ребенка до бабушки. Дарья Блохина создательница курса «Твой голос», авторского продукта, основанного на собственном педагогическом опыте и теоретических знаниях. С помощью онлайн занятий ученики могут поставить себе голос, научиться дикции, логике речи, интонации, риторики и даже импровизации. Что касается личной жизни девушки. Дарья Блохина на публику не выставляет. Знаменитость испытывает стеснение, считая, что у нее нет чувства юмора, и шутит она довольно не смешно. Шутки актриса дубляжа скорее анализирует и смеется про себя. Дарья любит смотреть комедийные шоу, в том числе и «Камеди Баттл», где выступала полная тезка Блохиной, юмористка из Бурятии. С детства Дарья предпочитает одеваться закрыто и не позирует в купальнике, хотя сама считает свою одежду обычной. Правда, девушка не может прожить и дня без макияжа. Дарья ежедневно делает по 10-15 болевых растяжек, тренирует пластику, тело, садится на шпагат. Также ведущая любит заниматься йогой, которая позитивно влияет на ее настроение. Неожиданно для себя Дарья стала известным блогером в сети ТикТок. Девушка отмечала, что не разрабатывала сценариев, записывала видео по приколу о ролике с рыком симбы или про веничек. Завирусили сами по себе. За 4 месяца ТикТокер собрала 350 тысяч подписчиков. Актриса дубляжа также ведет аккаунт в сети Инстаграма, где ежедневно публикует фото и видео и при этом общается со своими поклонниками. В ноябре 2020 года Блохина дала интервью YouTube-каналу Эрика Рики среди недавних работ актрисы озвучивания героини Заргалы для рекламной кампании игры Raid Shadow Legends. В январе 2021 года Даша вместе с другими актерами дубляжа Альбертом, Ибрагимовым, Анисой, Муртаевой и Кареном, а Рутюновым спародировали голосовой помощник, навигатор во время поездки под скат вокруг Москвы. Видео стало вирусным в российском интернете, и 1 февраля актеров пригласили в программу первого канала «Вечерний Уртган». Дарья отмечала, что после ухода с телеканала почувствовала себя действительно свободной, перестала строить планы и стала жить настоящей. Жизненная кредо Дарьи Блохиной – это делай только то, что действительно хочешь. Не старайся быть в форме, если тебя хотят, чтобы ты повернул направо, жми налево до конца. Телеведущие ощущают себя созидателем и мыслителем, но не умеют быть домашней хозяйкой. Девушке намного проще потратить деньги на уборщицу и заказать домой еду. Блохина – фанатка аниме. Через него Дарья не только улучшает настроение, но и познает японскую культуру. Говорит на японском языке на уровне 6 класса. Фильмография актрисы, дубляжа аниме и японские кинофильмы. Фильмография актрисы, дубляжа и аниме и японский фанатки. Фильмография актрисы, дубляжа, дубляжа, дубляжа и дубляжа. Продолжение следует...